Девушки активно занимаются на групповые занятия, также фитнесом с танцевальными элементами. Для тех, кто не может справиться с такими нагрузками на занятиях фитнесом, есть прекрасная возможность для снижения веса, заниматься на специальных аппаратных тренажерах в оздоровительном центре Wellness Studio Slim Club. Здесь девушки отдыхают и расслабляются, а лишние килограммы и сантиметры исчезают словно сами собой. По результатам контрольного взвешивания, после четвертого месяца на проекте общая потеря веса участниц составила 25 килограммов. Мне очень понравился проект. Помимо того, что я ем и худею, я увидела и побывала там, где я даже представить не могла, что такое вообще существует. Допустим, буквально массаж, я даже слова такого не знала. Ну, плюс вот эти наши развлекательные мероприятия. За проект я скинула 10 килограммов, ну, на сегодняшний день. Но я буду продолжать. Субтитры сделал DimaTorzok В проекте «Стройное и счастливое» участвуют Гасизова Альфия, 37 лет, бухгалтер, в данный момент в декрете, замужем, растит двоих детей, сын и дочь, ценит активный отдых и творчество, сейчас увлекается выкладыванием картин стразами, вышивает бисером, делает банты на выписку деткам. Хусаинова Альфия имеет собственный медицинский бизнес, замужем, воспитывает дочь и четверых сыновей, увлекается активным отдыхом, оффроудом, зимой моржеванием, лыжами, занимается саморазвитием и самообразованием. Шарафудинова Елена, 31 год, домохозяйка, в декретном отпуске, замужем, растит двух дочерей, любит петь в караоке, играть в волейбол, кататься на коньках, заниматься туризмом. Кулдавлетова Алена, 42 года, преподаватель швейного мастерства и кастомайзинга одежды и головных уборов, замужем, растит троих детей, увлекают танцы, туризм, горные лыжи, коньки. Назарова Анастасия, 32 года, руководитель в банке, замужем, воспитывает сына, увлекает горные лыжи, танцы, активный отдых, путешествия. Решетникова Татьяна, 57 лет, директор компании Вернисаж, есть сын, обожает путешествия, объездила около 20 стран, ходит в бассейн, тренажерный зал, лето проводит на даче. Гайнанова Айгузель, 44 года, индивидуальный предприниматель, замужем, растит двух сыновей, интересуется нумизматикой, играет в шахматы, на кубызе, любит езду на велосипеде, участвует в оформлении праздников, увлекается психологией, часто посещает фитнес-клуб. Шарецкая Светлана, 45 лет, директор своей фирмы в сфере торговли, замужем, растит дочь, обожает путешествовать, увлекается дизайном интерьером. Ручко Маргарита, владелица детского магазина, замужем, растит двух дочек-двойняшек и сына, увлекается психологией, занимается саморазвитием, следит за здоровым питанием, любит йогу. Никитина Елена, в данный момент домохозяйка на пенсии, замужем, у Елены трое детей, трое внуков, обожает танцы, занимается шитьем, расшиванием ободков в стиле Дольче Габбана, влечет все, что красиво. Закирова Юлия, менеджер по развитию бизнеса в крупной фармацевтической компании, замужем, воспитывает двух сыновей, любит активный отдых, фитнес, занимается танцами. Габитова Лилия, медицинский работник, воспитывает дочь, 15 лет, обожает путешествия, занимается танцами, увлекается дизайном одежды. Здравствуйте, дорогие участницы, очень рада вас видеть постройневших, похорошевших. У нас с вами сегодня, увы, заключительная встреча, и наверняка у вас накопились ко мне и к психологу нашего проекта Ренату какие-то вопросы. Хафизова Ольга, дипломированный клинический психолог, эксперт по коррекции пищевого поведения. За последние 7 лет работала в городе Уфа, Челябинск, Саратов, в формате групповых тренировок и индивидуальных занятий. За это время под ее контролем более 3,5 тысяч человек смогли избавиться от лишнего веса. Мне кажется, у меня самый главный вопрос. Есть ли жизнь после проекта? Как мы будем жить? Как мы будем жить? Жить, вы будете хорошо, весело. Временами кто-то будет стронять, кто-то будет набирать вес, кто-то сохранять. Я понимаю, откуда этот вопрос взялся. Наверняка сейчас у каждой из вас есть некоторая тревога в душе. Действительно, в проекте все понятно, да, вот он, есть специалист по коррекции, есть психолог, есть спорт, в конце концов, нас как-то куда-то отправляют, что-то с нами делают, и мы как-то худеем. Вопрос, как жить без проекта. Важно продолжать соблюдать те рекомендации, которые я вам дала. Единственное, что, девушки, если вы собираетесь снижать вес, тут все ясно, есть четкая схема. Если вы решили вес сохранять, то схема несколько меняется. Во-первых, важно понимать, что вы можете питаться чуть реже, чем на снижении веса. Однако, помните, что ожирение, к сожалению, красной нитью проходит через всю вашу жизнь. И как только вы начнете голодать, как только вы начнете нерегулярно питаться, тело вновь будет возвращаться в режим накопления жиров. Ну, собственно говоря, вы увидите это на весах. Очень важно продолжать питаться рационально, питаться разными продуктами, разнообразно. Ни в коем случае не придерживаться каких-то очень строгих полуголодных диет, какого-то монопитания, употреблять какие-то таблетки, коктейли. То, что якобы поможет вам снизить вес. Не поможет. Более того, это усугубит ваш пищевой невроз. Ольга, я хотела задать вопрос по поводу пищевых коктейлей, протеиновых. Как вы к ним относитесь? И, как правило, бывает такое, что уезжаешь в командировки, удобно брать с собой. Вот смотрите, белковые коктейли, их, кстати, пьют как раз для набора веса спортсмены. Не для снижения веса они идут. Смотрите, что такое коктейли. Они сейчас разных фирм и по-разному подаются. И многие коктейли, это, ну, по сути, это, да, витамины, это белок. Давайте сразу понимать, это не еда. И для снижения веса эти коктейли не подходят. Они не корректируют ваше пищевое поведение. Вот в чем основная проблема. Дело в том, что, да, вы можете похудеть на коктейлях. Вопрос, вы всю жизнь будете эти коктейли в дальнейшем употреблять? Или вы хотите жить, как вы выражаетесь, нормальной жизнью, жить как все. Есть нормальную еду и сохранять свой вес. Но если мы говорим про какой-то форс-мажор, да, например, командировка, либо, ну, ничего реально нет поесть, кроме шоколада и кроме коктейля, тогда я за коктейль. Ольга, сейчас период лета наступает. Очень много фруктов будет, арбузы будут буквально вот в августе. И много жидкостей мы сможем потреблять. И, возможно, мы можем как-то куриную грудку заменить на наше фруктовое, так скажем, фруктовое наполнение, то есть ягоды, арбузы. Плохая новость, арбуз не заменит белок в принципе. Я поняла, о чем речь. Речь о том, чтобы устраивать себе так называемые разгрузочные дни. Правильно поняла? Ну, не разгрузочные, но когда меньше хочется есть летом, потому что жарко, можем ли мы питаться менее активно без мяса, а вот именно фрукты в основном, ягоды, вот это возможно? На этапе снижения веса нет. Все равно белок, он нужен, он нужен для того, чтобы снижать вес, ускорять обменные процессы, для того, чтобы сохранять эластичность кожи в конце концов, да? Только в мясе есть незаменимые аминокислоты, как коллаген и эластин. В арбузах их нету. Однако арбуз, малина, вишня, вот все, что пойдет, с удовольствием ешьте как десерт после приема пищи. Приятного вам аппетита. Это действительно шикарный природный десерт. Но весовку все равно соблюдать, то есть неограниченно. Если мы говорим о сохранении веса, конечно, там может быть все иначе. Альфия, ты у нас тоже одна из самых финалисток, таких, которых сильные, которая потеряла больше всех объемов. Объемов? Расскажи, пожалуйста, как тебе удается? Диета, активный образ жизни. Дети. У меня их немало. Приходится с ней вместе двигаться очень много. Это огромная сила воли и, наверное, титанический труд. Потому что ты мама пятерых детей, у вас своя клиника, и ты все это совмещаешь и успеваешь еще на фитнес и велнесс. Правильно я говорю? Да, очень стараюсь везде успеть. Что вот тебя изменило в нашем проекте? Как ты сама ощущаешь? Ну, больше себе внимания уделять стала, активнее. Стала на фитнес тоже ходить. До этого у меня никак это не получалось. Берем гантели и делаем зашагивание поочередное. То есть ногу вперед, поменяли. Ногу вперед, поменяли. Правая нога. Вдох, выдох. Берем веревки и отводим руки в стороны на выдохе. Делаем упражнение на протяжении 30 секунд. 30 секунд мы отдыхаем. То есть сделали упражнение по часовой стрелке, переходим на другую станцию. Это у нас будет круговая тренировка. Круговая тренировка предназначена на сжигание калорий. Или, проще говоря, тренировка на жиросжигание. На усилие делаем вдох, наверх делаем выдох. Чуть ниже приседаем. Работаем 30 секунд. Отлично. Работаем, работаем, работаем. Эля, Эля, посмотри, какой брутальный тренер. Я тоже к такому хочу. Как ты считаешь? Ну, интересный тренер. Ты знаешь, я просто вот смотрю, мне такое ощущение, что девочки на детской площадке. Они вообще занимаются или так на брутального тренера смотрят? Это у них групповая тренировка, и они сейчас все готовятся к ней. Сейчас увидишь такой момент. По команде они начнут делать каждое свое упражнение. Нет, посмотри, все отдыхают. Одна держится за стол. Другая просто позирует. Я думаю, что на самом деле это тренировка силовая. Тяжело, конечно. Нет, а в чем силовая тренировка? Перерыв, потому что нужно. Расстанять вот так? Или... Потому что у них... Да? Потому что у них тайминг есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, сегодня мы с вами разберем гравитрон. Это тренажер для укрепления мышц спины. Очень смешно. На гравитроне мы укрепим широчайшие мышцы спины. Название, что ли, так смешит? Здесь прорабатываются широчайшие мышцы и бицепс плеча. Тренажер служит для имитации подтягивания. То есть для тех людей, кому тяжело это делать, скажем так, придумали данный тренажер. Каким образом он работает? Мы с вами поднимаемся по ступеням наверх. Все. Беремся руками за перекладину. Одну, вторую. Ногами упираемся на специальную опору. Теперь расслабили спину. И на выдохе делаем подтягивания. Делаем выдох и вдох. На выдохе делаем подтягивания. На вдохе мы опускаемся. Закончили. Одну ногу убираем. И постепенно подводим ногу кверху. Поднимаешься не до конца. Выдох. И вдох. Мы делаем 15 повторений. Здесь работают широчайшие. Вот они, мышцы спины. И бицепс в плечах. По-другому называется просто бицепс. Я думаю, ты в панике не считаешь. Наверх делаем выдох. Повторяйте. Лист давай. Сюда ставим ногу. И второе. И наверх подтягиваем себя. Выдох. Тяжело? Выдох. Наверх. Выдох. Давай-давай. Руки не перебирай. Раз. Два. И последний. Все, молодец. Теперь одну ногу убираем. И подвигаем наверх. Леночка, ты у нас одна из лидеров сегодняшнего проекта. Скажи, пожалуйста, свои ощущения. И как ты себя чувствуешь на сегодняшний момент? Ой, у меня ощущения просто восхитительные. Я скину очень много килограмм. 26. И буду продолжать в том же духе после проекта, чтобы достичь своей цели. Которую иду. Буду заниматься так же спортом, питаться правильно. Без проекта я вообще не представляю свою жизнь дальнейшую. Я так привыкла. Это все так интересно. Все так весело. Буду скучать по всем. Но буду двигаться дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не боишься срывов после проекта? Боюсь немножечко. Потому что иногда за собой замечаю, что очень хочется шоколада. Прямо очень. Хотя я его никогда не ела. Прямо как в магазин зайдешь, и слюны текут, и прям трясет, как видишь, шоколад. Не знаю, почему так. Но буду стараться. Держать.